В администрации Каспийска состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии под руководством в Рио главы города Сергея Шахвалиева. По первому вопросу члены комиссии заслушали доклад о мерах по недопущению вовлечения в террористическую деятельность детей, членов незаконных вооруженных формирований, в том числе возвращенных из зон боевых действий в Сирии и Ираке, а также их адаптации, социализации и реабилитации. Особое внимание уделяется условиям проживания и занятости демистра Шахвалиева. В этих семьях постоянно проводятся беседы профилактического характера. Специалисты центра информируют родителей о работе центра, об оказываемых услугах. Во всех этих семьях проводится индивидуальная профилактическая работа, которая обучает себя. Беседы профилактического характера в семье, психологическое консультирование, работа просветительского характера с семьей, контроль над демистра Шоветами, по месту учебы и проживания, социальный патронаж семьи. Также по данному вопросу о проводимой работе в этом направлении выступили начальник ОПДН ОМВД России по Каспийску Салман Арчамов, специалист управления культуры Али Алиев, в Рио директора центра занятости Алексей Ламзин, а также начальник управления образования Лариса Абрамова. В обсуждении и принятии мер она раскрыла и тему семейной формы обучения. По мнению специалиста, использование этого вида образования для учеников младших классов может негативно сказаться на жизни ребенка и общества. По закону образования мы никому не имеем права отказать, но семейная форма образования предназначена для талантливых детей, тех, кто сами самостоятельно могут обладать какими-то программами. И старший классик обычно талантливые наши дети, да, они идут и очень успешно занимаются. А вот когда малыши прямо изначально переводят на семейную форму обучения, и эти дети лишены социализации, неизвестно чем они занимаются, где, в какой среде они бывают, вот эти дети, мне кажется, потенциально могут, ну не дай бог, но предвидя, так сказать, дальнейшее, вот они, наверное, могут вызывать какие-то опасения. В преддверии нового учебного года присутствующие также обсудили тему обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования и мест массового пребывания людей. Заслушав и обсудив выступления участников заседания, должностными лицами профильных управлений и учреждений были даны соответствующие рекомендации и поручения. Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятиях в образовательных учреждениях, подготовка графического решения по охране общественного порядка, активизация оперативного контроля в местах массового скопления людей и многое другое.